Сверху! Здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляйтесь! Здравствуйте! В спортзале проходит урок физкультуры. Совсем недавно ученики начальных классов 18-й гимназии Черкеска занимались в совершенно других, куда менее комфортных условиях. На фотографиях запечатлены последние уроки в зале, лучшие времена которого, казалось, остались в отдаленном прошлом. Раньше в спортзале было не сильно удобно играть. Кольца были порваны, сломаны немного, и стены сыпались постоянно. Раньше спортзал был, как сказать, дряхлый, некрасивый, ужасный, и в нем было неудобно тренироваться. И сейчас, когда его отремонтировали, покрасили, поставили новые лавочки, сейчас стало лучше, и мы стали лучше играть и заниматься больше. Наверное, сюда даже хочется приходить. Да, сюда очень хочется приходить, чем заниматься на улице. Была проделана работа по ремонту стен, потолка и покрытия на пол, профессиональное спортивное покрытие. Инициатива, которая исходила, она исходила от членов партии «Единая Россия», предпринимателей, местных жителей нашего города, от работников мэрии. То есть, в принципе, это такое государственно-частное партнерство у нас получилось. Проведенный ремонт помог кардинально преобразить просторное помещение. Теперь детки с куда большим удовольствием идут на занятия туда, где раньше на старом пыльном полу они имели большой шанс получить травмы. Не скользит обувь. Раньше скользила от пыли, и было очень пыльно, и все чихали сильно. Разумеется, это далеко не единственный спортивно-образовательный объект, который попал в поле зрения городских властей. Представители профильных управлений периодически посещают школы Черкеска, чтобы по мере возможности помогать в ремонте помещений, либо благоустройстве уличных площадок. Мы находимся на территории второй школы по улице Кавказская, где уже завершены работы по устройству универсальной спортивной площадки лета-зима размерами 30 на 60, где любой желающий в любое время суток здесь установлено освещение может заниматься спортом. Это футболом, баскетболом, гандболом, волейболом. Предполагается, что здесь в любое время года и суток смогут заниматься спортом все желающие. На то, что поклонники физической культуры не затеряются и в темноте, намекают установленные по периметру фонари. В настоящее время оформляются все необходимые документы, чтобы у площадки официально появился собственник, который будет следить за ее состоянием. За последние месяцы это пятая обустроенная по типовому проекту пришкольная территория. Улица Даватора, улица Полевая, на территории Зеленого острова такая же площадка находится и на улице Балахонова. Это на улице Кавказская, это пятая завершающая площадка. В прошлом году выполнены были все строительные работы. Сейчас в скором времени ждем открытия данных площадок. Вторая, третья, седьмая и двенадцатая школы Черкеска уже обзавелись вполне симпатичными, а главное пригодными к занятиям спортивными площадками. Правда, сберечь их состояние в первозданном виде получится лишь в одном случае – не эксплуатировать вовсе. Поэтому уход за ними уж точно понадобится. И пусть лучше в городе, и дальше будет появляться как можно больше сооружений, предназначенных для активных занятий физической культурой, которые пользовались бы популярностью у горожан разного возраста. Артур Мыхцемиха Каракелян. Итоги недели.